Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Юлия Тукбаева и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Режим самоизоляции продлен до конца мая. 13 мая в Саянске будет отключена горячая вода. Полицейские контролируют горожан на карантине. 12 мая начнется весенний призыв. Студенты закончат учебный год дистанционно. В городе высаживают кустарники и разбивают клумбы. На заседании оперативного штаба под руководством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева была озвучена информация о том, что режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая. На 12 мая в Иркутской области 354 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. 94 человека выздоровели, 6 с начала пандемии умерли. Режим самоизоляции во всем Сибирском федеральном округе продлен до 31 мая. Информация об этом была озвучена 11 мая на заседании оперативного штаба под руководством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Это обоснованная мера и для Иркутской области, поскольку число заболевших коронавирусом в регионе растет, отметил глава региона. В связи с ростом заболеваемости обсуждается вопрос об обязательном использовании масок в общественных местах и транспорте. Решение будет принято в ближайшие дни. Параллельно мы продолжаем работать над планом поэтапного выхода из режима ограничений. Федеральный план уже представлен президенту. План будет утвержден на этой неделе. На первом этапе предлагается снять ограничения с работы бань, предприятий бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, площадью не более 400 квадратных метров и отдельным входом. Разрешить занятия спортом и прогулки на свежем воздухе не более двух человек с соблюдением социальной дистанции. Отдельной темой для обсуждения на штабе стала ситуация с вахтовиками. Сегодня на территорию Приангария прибывают вахтовики с Чендинского месторождения Якутии. Они будут направлены в обсерваторы, где будут находиться до получения результатов тестов на коронавирус. Руководители компании, которые организуют пункты временного размещения своих сотрудников на территории Иркутской области, обязаны информировать об этом и согласовывать факт размещения вахтовиков с местными органами власти. 12 мая начнут работать призывные комиссии в муниципальных образованиях Иркутской области. Их деятельность разрешена только при соблюдении всех мер безопасности. Рассматриваются вопросы переноса срока призыва на начало июня. Кипятильники, тазы и кастрюли снова в ходу. С 13 мая в Саянске в связи с плановыми ремонтными работами отключат горячую воду. Неудобства продлятся несколько дней. Время вспомнить о пользе закаливания холодной водой, потому что горячая вода в квартирах саянцев исчезнет с завтрашнего дня. 13 мая с 9 до 17 часов специалисты предприятия СТЭП будут проводить гидравлические испытания магистральных и городских трубопроводов. По окончанию гидравлических испытаний сразу приступаем к испытаниям на тепловые потери магистральных и городских сетей. По правилам это мероприятие проводится один раз в 5 лет. Время проведения этих испытаний составит 5 суток. И после окончания всех испытаний мы встаем на летний циркуляционный режим. И 18 мая к 7 часам утра мы уже будем готовы подать и начнем подавать горячую воду потребителям. Проведение работы является обязательным этапом подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Большая просьба к жителям нашего города набраться терпения и подойти с пониманием к нашей работе. Полицейские осуществляют контроль за горожанами, прибывшими из стран с неблагополучной эпид-обстановкой или из других городов страны. По данным сотрудников Саянского отдела полиции, всего на карантине находилось 115 таких саянцев. Саянские полицейские ежедневно контролируют соблюдение режима самоизоляции горожан, вернувшихся из-за границы и других городов Российской Федерации, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, наложенных на них Роспотребнадзором обязанностей по соблюдению режима самоизоляции в домашних условиях. Сотрудники отдела полиции осуществляют контроль за гражданами, прибывшими из-за границы, а также из городов Российской Федерации. Всего у нас на карантине находилось в городе 115 человек. В отношении 10 нарушителей карантина приняты меры административного характера, составленные протоколы об административных правонарушениях. Полицейские призывают граждан, которым следует соблюдать режим самоизоляции, находиться дома в течение положенных 14 календарных дней, строго выполнять данное предписание. По словам начальника Саянского отдела полиции, были выявлены нарушители, которые привлечены к административной ответственности. Кроме этого, сотрудники полиции совместно с сотрудниками администрации города осуществляют профилактические мероприятия, то есть создаются группы в ежедневном режиме, которые ходят и проводят профилактические мероприятия о соблюдении мер безопасности при данной инфекции на территорию города. Полицейские обращаются к Саянсам с просьбой не нарушать требования действующего законодательства, ведь они направлены прежде всего на соблюдение порядка и безопасности. На заседании Думы депутатам на обсуждение была представлена информация о профилактике социально значимых заболеваний в Саянске. Сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости населения туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Эпидемиологическая ситуация по социально значимым заболеваниям остается напряженной. Информацию по профилактике этих заболеваний обсуждали депутаты на заседании Думы. В частности, сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости горожан туберкулезом. В 2019 году в Саянске зарегистрировано 19 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. В прошлом году прививки против туберкулеза получили 880 человек. Среди новорожденных было привито 383 ребенка, охват составил 98%. Среди детей случаев заболевания туберкулезом не зарегистрировано. Зарегистрированы два случая смерти от туберкулеза. Проводится общей лечебной сетью флюорографическое обследование, диагностика. То есть все лечебно-профилактические мероприятия. В лечебно-профилактических и образовательных учреждениях разработаны памятки, санитарные бюллетени на тему профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Медицинскими работниками и работниками образовательных учреждений проведены классные часы, лекции, беседы. С обучающимися родителями и персоналом проведены круглые столы. В 2019 году в Саянске зарегистрировано 5 случаев заболевания сифилисом. Показатель заболеваемости сифилисом в городе ниже областного на 54%. Кроме того, в Саянске в прошлом году отмечен рост заболеваемости гонореей. Зарегистрировано 4 случая. Показатель заболеваемости гонореей ниже областного показателя на 38%. Остается напряженной в городе эпидемическая обстановка по ВИЧ-инфекции. На декабрь 2019 года было зарегистрировано 1100 ВИЧ-инфицированных граждан. Из них 24 ребенка до 15 лет. В 2019 году на территории Саянска родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 9 детей. В этот же период было выявлено 53 новых случая заболевания. Основной причиной заражения ВИЧ-инфекции является половой путь передачи, который составил 62,2%. Следующий путь – это внутривенное употребление наркотиков нестерильными инструментами чуть больше 39%. В общей структуре ВИЧ-инфицированных в 2019 году преобладает группа граждан в возрасте 25-49 лет – это 88%. При этом удельный вес мужчин и женщин в данном интервале равны. В городе отсутствуют случаи заражения ВИЧ-инфекцией через переливание донорской крови и профессиональное заражение ВИЧ-медицинских работников. В Сенске регулярно проходят мероприятия «Стоп ВИЧ-спит» с распространением информационных буклетов, листовок, брошюр по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди жителей города, акции на торговых площадях. 13 мая в военном комиссариате пройдет первая ввесенняя призывная комиссия. В связи с распространением коронавирусной инфекции сроки призыва были перенесены на более поздний период. В связи с опасностью распространения на территории приангария коронавирусной инфекции была перенесена работа всех призывных медицинских комиссий на начало мая. Об этом сообщил военный комиссар города Саянск Андрей Федоров. Возникающие вопросы по снятию с учета и получения необходимых документов в военном ведомстве решали в индивидуальном порядке. У граждан, если возникают вопросы по выдаче документов воинского учета, по постановке, по выдаче справа, соответственно, вы можете обращаться по телефону дежурному 51552, задавать свой вопрос. Дежурный обязательно зафиксирует данные ваше обращение, ваши контактные номера и, соответственно, уже в последующем будут решаться ваши вопросы. На днях исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым было принято решение о работе всех комиссариатов приангария. Обращаюсь ко всем призывникам, что с данной обстановкой, которая на данный момент происходит у нас, соответственно, еще раз повторяю, что комиссии будут планироваться после 6 мая. Отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. В настоящее время в воинских частях и подразделениях при соблюдении санитарных мер проходит увольнение военнослужащих срочной службы в запас. Студенты Иркутской области будут учиться дистанционно до конца июня. В таком же формате пройдет промежуточная итоговая аттестация и защита выпускных работ. Также из-за коронавируса сдвинулись сроки приемных кампаний в 2020 году. Они стартуют лишь после всех опубликованных результатов ЕГЭ. 74 тысячи студентов вузов Иркутской области будут учиться дистанционно до конца июня. В таком же формате пройдет промежуточная итоговая аттестация и защита выпускных работ. Студенты Иркутского государственного университета начали учиться в дистанционном формате с 18 марта. Мы сидели тогда на потоковой лекции в большой нашей аудитории, в 6 корпусе факультета университета. Нам пришла завкафедра и сообщила, что мы переходим на дистанционное обучение в связи с сложившейся ситуацией. Ну и вся дальнейшая информация будет у нас опубликована через интернет. В определенное время по расписанию студенты через онлайн-площадки подключаются к лекциям. Приводаватель проводит занятия. К примеру, сегодня Даниил пишет курсовую работу, держит со своим педагогом прямую связь. Как подготовить правильно проект? Для меня это не большая проблема была. У нас существует специальная информационная площадка, называется Форлапс. Там мы выполняем задания точно так же, как и обычно в учебном процессе. Мы занимаемся на лекциях на факультете. И дома тоже занимаемся тем же самым, выполняем задания. Поэтому для меня работа особо не изменилась. Просто как-то объем вырос в работе. Наверное, сегодня основная проблема студентов, народа молодого и веселого – это вопрос самодисциплины. Когда находишься дома, естественно, находишь для себя какие-то другие занятия, которые нужно тоже сделать, да, и дела. И вот как-то трудно вот это все сопоставить. Вроде бы для тебя это эмоционально, это какие-то каникулы. А на самом-то деле никак учебный процесс не изменился, и ты все равно должен все выполнять. Поэтому нужно себя дисциплинировать. Вот в этом, наверное, основная сложность – вовремя все сделать. Сессия также будет проходить в дистанционном формате. На информационной площадке будет размещаться система тестов, подготовленных преподавателями. А защиту курсовой у Данила, к примеру, будет проходить в формате видеоконференции. Также из-за коронавируса сдвинулись сроки приемных кампаний. В 2020 году они стартуют лишь после всех опубликованных результатов ИГЭ. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа. Первая волна зачисления пройдет 19 августа, 2-я – 24-го. Более 50 социальных объектов при Ангаре переведены на режим карантина. Обслуживающий персонал Саянского дома-интерната будет находиться вместе со своими подопечными круглосуточно на самоизоляции. Все социальные учреждения Иркутской области по распоряжению правительства перешли на режим полной самоизоляции. Всего в Приангаре насчитывается более 50 соцобъектов, которые полностью прекратили все сообщения с внешним миром. В Саянском детском доме-интернате к режиму полной самоизоляции подготовились заранее. Был создан специальный организационный штаб, на заседании которого принимались все необходимые решения. Также заранее были сформированы списки сотрудников учреждения, которые должны находиться в интернате вместе с детьми в круглосуточном режиме. Установлено круглосуточное наблюдение и за получателями социальных услуг. У них также проводится два раза в день измерения температуры тела, проводится осмотр получателей социальных услуг. На сегодняшний день мы можем сказать, что у нас нет ни одного ребенка, у которого есть признак инфекционного заболевания. На сегодняшний день учреждение в полном объеме обеспечено средствами индивидуальной защиты, имеется квартальный запас дезинфицирующих средств. Мы сами сшили более 600 масс от многоразового использования, как для сотрудников, так и для получателей социальных услуг. Несмотря на принятые жесткие необходимые меры в Саянском детском доме-интернате, работа с воспитанниками не прекращается. Педагоги, воспитатель и медперсонал делают все возможное для того, чтобы ребятнее не было скучно. Сложившаяся непростая обстановка никак не сказывается на качестве оказания социальных услуг. На сегодняшний день наши воспитанники в полном объеме получают образовательные услуги, как и все школьники в дистанционном режиме, получают задания, выполняют домашние задания. Ребята полностью заняты своими делами. Два раза в день организованы прогулки. Составлены графики так, чтобы детские потоки не пересекались. То есть каждая группа прогулка организована на своем участке. Всего в социальных учреждениях Иркутской области на полной самоизоляции будут находиться более 6 тысяч человек, из которых более полутора тысяч человек – это сотрудник, и более пяти тысяч – это их подопечные. Выходила наберег «Катюша». 9 мая саянцы приняли участие в акциях, посвященных Великой Победе. В этот праздник со слезами на глазах горожане чтили своих героев. Победа одна на всех. Саянские торжественно отметили 75-летний юбилей Великой Победы. Поздравления с праздником от творческого коллектива ДК «Юность» принимали ветераны. Для них во дворах был устроен праздничный концерт. Присоединились к горожане и к акции единого действия «Катюша». Любимую песню саянцы исполняли с воодушевлением. Выходила наберег «Катюша» на высоте, весь на крутой. Выходила наберег «Катюша» на высоте, весь на крутой. Также саянцы поддержали акцию «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». В твоем окне в честь праздника состоялся автопробег. Участие во всероссийских творческих состязаниях «Без границ», которые проходили в первых числах апреля дистанционно, принесло театральной студии «Эврика» диплом лауреата второй степени. Театральная студия «Эврика» Дома детского творчества «Созвездие» в апреле приняла участие во всероссийском творческом состязании «Без границ», которое проводится при участии Министерства культуры России. Мы участвовали в этом конкурсе впервые. Мы отправляли два спектакля. Первый спектакль, который мы отправили, «Завтра была война». В этом спектакле участвует старшая группа театра студии «Эврика». В прошлом году спектакль «Завтра была война» побывал на международном фестивале «Сибирская рампа», который проходил на открытых площадках острова Ольхона. Второй работой, которая была представлена дистанционно на конкурс, стала постановка «О «Зорь здесь тихие». Оба спектакля были награждены дипломами лауреата второй степени. Двятый Б. К этого класса остались одни воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классом руководителя в центре. Эта фотография давно поблекла. Иногда кажется, что расплассана потому, что этот класс ушел в небытие, так и не успев возрослеть. Цель проекта «Без границ» – выявление и поддержка наиболее талантливых и ярких творческих людей разных возрастов и направлений, определение их профессионального мастерства. Руководителю театральной студии Яне Никифоровой «За кропотливый труд в подготовке и к участию в фестивале от Аркомитета Всероссийских творческих состязаний» вручено благодарственное письмо. Конечно, очень радует, когда твоя работа оценивается на высшем уровне, тем более как режиссеру, который каждый год пытается идти дальше. Надеюсь, что на следующем году вся эта ситуация в России наконец-то закончится, и мы будем радовать наших зрителей новыми спектаклями. Весна пришла, значит, пора приступать к украшению любимого города. Волонтеры партнерства «Саянцы.ру» уже создают живые изгороди и разбивают клумбы. В планах активистов высадить в Саянске многолетние растения и красивые кустарники. Май – самое время для работы на плодородной почве, посадок и создания живописных клумб. По традиции «Саянцы.ру» приглашают единомышленников присоединиться к проекту по созданию колоритной цветущей зоны. Мы выращиваем самые разные растения для того, чтобы сделать пространство города, городскую среду более обжитой, более современной и зеленой. У нас сейчас более 300 дубов, они у нас могут расти. У нас клёна геннала, мы уже живые в изгороде закладываем, мы 69-го дома здесь на территории. И стремимся показать, как можно сделать наш город более современным, что ли. В приоритете – создание клумб с многолетними растениями. Приглашаем жителей Саянска на нашу территорию, тех, у кого нет дач, огородов, поучаствовать в озеленении города и получить это удовольствие и украсить наш город. У нас, кстати, сейчас и сотни тюльпанов подрастают, и нарциссы подрастают, и ирис сибирский – прекрасные многолетние растения, которые мы потом высадим непременно на клумбы городские. Необходимым волонтёрам и материальная помощь не хватает садового инвентаря посадочных материалов. Ученики детской школы искусств приняли участие в онлайн-фестивале военной и патриотической песни «Товарищ песня». В Иркутском политехническом университете в онлайн-формате прошёл Всероссийский фестиваль военной и патриотической песни. Традиционный конкурс «Товарищ песня», посвящённый Дню Победы, в этот раз проходил на площадке Инстаграма. Мы, друзья, перелётные птицы, Бобка быта шарит любого ложь, На земле не успеет лишиться, А на небе лишь живи и не найдёшь. Инициатором творческого проекта выступает руководитель студии эстрадного вокала Центра культурно-массовой и воспитательной работы Иркутского университета Иван Новиков. Он пригласил всех желающих поддержать творческий турнир в интернет-пространстве. Вокалисты эстрадного отделения детской школы искусств не остались в стороне. По результатам второго Всероссийского фестиваля конкурса «Товарищ песня» дуэт Ирины Якутович и Лизы Французовой с песней «Верните память» стал лауреатом первой степени, так же, как и образцовый вокальный ансамбль «Экспромт», который исполнил драматическую песню «Дети войны». В номинации «Сольное исполнение» лауреатом второй степени стала Ирина Якутович с песней «О Господи». Лауреатами третьей степени стали Елизавета Французова с ее нежной песней «О любви длиною в жизнь» и Анна Туголукова с песней «Белые панамки», которая насквозь пронизана болью. За песню «Мы, друзья, перелетные птицы» Степану Туголукову присужден титул дипломанта первой степени, а Алене Картавенко за исполнение легендарной песни «Одна на всех» титул дипломанта второй степени. Это все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня. Всего вам доброго. До свидания.